И опять меня настигает дождь. Ну, как всегда, не вовремя, да? Дождя никогда не ждёшь, но... Он настигает, да, определённо. Не знаю, ли чё вообще вот это всё надо, да? Вот так что автобус ушёл. Но я с велосипедом, мне автобус не подходит в этот раз. Не знаю, прокачусь ли я на нём когда-нибудь вообще. Я думаю, этого никогда не было и не будет. Как бы он тут ходит, да? И намного чаще, чем автобусы в каких-нибудь более населённых местах, например, да? А толку-то нету, да? По три в час, видите? С утра по три в час, чтобы народ забирать. С вечера по три в час, три часа. И это очень много, по меркам Московской области это очень дофига. Это просто вообще офигеть не встать, да? Но выходные он рано заканчивает. Девятнадцать последний. Начинает в семь, заканчивает в девятнадцать. Это очень рано. По сути, тут в этом посёлке не вариант работать, если ты на общественном транспорте добираешься в Москве. Потому что ты будешь только в Волжо, будешь в девятнадцать, да? Ну, может, двадцать-двадцать один, да? И хрен тебя довезут даже в будние дни отсюда, да? Ну, что тут? Тут нифига нет, в общем-то, да? Как бы теперь городом считается, но это такой посёлок, не знаю, там жители двадцать всего живёт. Максимум в этом посёлке. Всё заброшено, всё там покинуто, всё заросло, да? Вон только могила вот этого, да? Бронзовый солдат, то есть не памятник бронзовый солдат, только обустраивается. И всё, и то за чужие деньги, за волонтёрские. Вот. Ладно, сейчас мы поедем, ещё посмотрим. Тут дом один такой заброшенный. Я всё хотел походить по нему, вот сейчас это самое время сделать. Вот он, этот самый бронзовый солдат с колоколом, да? Не будем заходить, вот такая клумба у него. Там имена, да, написаны погибшим воинам земляка, погибшим в Великой Отечественной войне. Вот. Давно хотел пройтись около почти неразвалившегося дома, но на год опоздал, похоже, да? Дом практически совсем уже никакой. Вот. Вот там посёлки. Да, видите? Всё там. Там вообще полнейший пиздец. Вот дверь. Была со звонком. Видите? Вот ещё какой-то элемент, какая-то техника. Вот. Да, и тут ни хера, да? Гнилья, видите, какой вообще жуть. Да, вон, видите? Ничего хорошего нет. Ладно, буду убираться отсюда, ни хера там. Лазить по всякому говну. В дождь ещё. В дождь ещё себе хуже делать, да? Обычная погода-то мне похер было. Я прошёл, прорез куда-то, да? Пофиг на закон. А в дождь я не буду лазить. Я очень удивился, но в одном из дворов сохранилась почти полностью вот эта вот советская такая детская площадка. Вот. Лавочки, да? Где все бухают постоянно. Такие вот грибок над песочницей, да? Вот. Вот такие вот штуки, да? На котором все-все были ни того веса, и ни хера все качаться было. Вот эта хрень. И, конечно же, вот такие вот... Ну, уж точно советские качели. Видите, как они? По-дубому и сделаны. Вот, смотрите. Видите, вот. Они очень по-дубому и сделаны. Но именно потому они и сохранились. Вот, видите, вообще. Тут нечему ломаться. Тут на века сделано. Тут сделано просто на тысячелетие. Вот это всё, да? Вот. Также, как... Также, как же в советском дворе, вот такие вот верёвки, да? Вот специальные палки, да? Вот тут друг напротив друга, и чтобы бельё вешать. А поскольку домов тут много, тут их немало, да? Вот. Но главное, вот, не это всё, да? Главное, тут есть горка. Вот такой я очень давно не видал, если честно. У меня во дворе была вот такая вот горка, вот точности. Один в один, вот. То есть, с неё скатываешься, оно как-то неприятно. Вот видите, из листов просто сделано, вот. Вот, у меня во дворе была, сейчас уже заменили, сейчас уже нет такой. Вот. Там ещё одна лавочка. Вот качели мы показывали. Ещё одни качели, но тоже современные. Вот. Такая вот штука, да? И, конечно же, футбольное вот это поле. Куда ж без него? Без футбольного поля. Вот. Вот. Вот ещё, да, вот, посмотрите. Но это странно, это не... Вообще что-то невнятное какое-то, не в тему. Вот лавочка такая, да? Только бухать на ней. И вот, обратите внимание, да, видите? Вроде подъезд обычный, да. Это самая хрущёвка. И тут вот такие булыжники лежат. Вот. Вообще. И это как? Вот, хрущёвский подъезд. И булыжники. Офигеть, да? Я такое впервые вижу. И тут недалеко от последнего вот этого обзора, да, вот видите, радуга. Видите или нет, не знаю. Попытаюсь заснять на фото и посмотрю там потом. Потому что это ненадёжно, да. Вот ещё одна радуга, кто не насмотрелся. Вот, смотрите, ещё одна, да. Машина ездит, конечно, звука не будет ни хера, да. Но вот, смотрите, видите или нет. Вот ещё одна радуга, да. Вот, видите или нет, не знаю. Потом посмотрю, видите вы или нет. Ну, в общем, вот, круто, да. Такое явление первые раз в году вижу. В общем, вот.